Всем доброго времени суток. Ну что, события начинают раскручиваться с невероятной скоростью. Грядут очень серьезные перемены для всего мира. И этот процесс неизбежен. Ну, уже все знают, что с 23-го числа в четырех регионах пройдут референдумы о присоединении к России. Ну, я думаю, что вряд ли кто-то сомневается в положительном результате. Как что это проводилось, даже не пишите мне. Мне это не интересно. И я думаю, что большинство людей тоже далеко не глупы. И ваши высказывания по поводу того, как проводились эти референдумы, законно-незаконно, никого не волнуй. Результат будет. И результат будет, скорее всего, ожидаемый. Поэтому мы спокойно можем делать выводы, что где-то в начале октября, а может быть даже уже к концу сентября у нас прибудет территория России и, соответственно, людей, граждан России. Поэтому даже вот цепсошники, кастрюли, хейтеры, даже не тратьте свое время. Я просто банально эти буду высказывания все удалять. А особо назойливых блокируют. У меня там уже больше 50 человек заблокированных цепсошников есть, поэтому я за количеством не гонюсь. Не нравится. Посмотрели, не ваш канал, развернулись, молча пошли. Мне не интересны ваши попытки раскачать ситуацию на канале. Я просто буду блокировать. Итак, давайте посмотрим, какие будут последствия, результаты референдума. Ну, я не имею в виду там за Россию или вообще, да. А именно вот для этих регионов, где будут проходить референдумы. Так, Луганская республика. Донецкая республика. Запорожская. Ну, я туда вот двигаюсь на юг. Запорожская область, но будет название вроде как Запорожский край. И Херсонская область. С еще двумя небольшими населенными пунктами Николаевская. Вот тут есть, смотрите, какой интересный для нас такой сигнал. Потому что очень часто пишут, Лена, а что с нами будет, а что с нами будет, ну там, Полтавская, Запорожье, город, да, это самое, Николаев, Днепр. Ну, вот, например, про Николаевскую область мы уже можем предположить, да, потому что два населенных пункта Николаевской области будут участвовать в этом референдуме. Это уже нам значок есть, что ребята, мы скоро к вам придем. Вот, смотрите, для Луганской области очень много проблем заканчивается. То, что было вот негативное и очень серьезные зависимости были, да, от обстоятельств, от действий, от, как это, ну, положения самой республики, соответственно, вот этого обеспечения. То есть вот эти все связи, они на данный момент уже становятся неважны. Негативные моменты для республики заканчивается, этап вот этот вот, который был. Уже переходим на новый этап, и он будет, скорее всего, благополучный. Ну, и уже раскроются все какие-то тайные, может быть, вещи, когда были обманы, кражи. Может быть, раскроются уже те, кто не за свою республику, за Украину. Вот, то есть вот эти вот, может быть, террористические вот эти группировки раскроются. То есть вполне возможно, что во время референдума будут какие-то попытки терактов там. Но вы сами понимаете, что в данной ситуации это вполне возможно, поэтому надо быть максимально-максимально осторожными. Так говорится, в виде очередь не надо заходить, лучше где-то постоять. Очередь двигается, зашли, проголосовали. Может быть, там какие-то еще варианты к голосованию будут. Я не знаю, поэтому... Но проголосуйте. Это важно. Особенно, если вы все-таки за присоединение к России, то проголосуйте. Чтобы потом ни одна не могла тявкнуть, что это неправильно, вот люди не голосовали. Донецкая область. О, республика, извините. Если до этого была ситуация, когда непонятно, что дальше, и как будут дальше развиваться события, то, соответственно, на данный момент эта ситуация очень четко проясняется. Выбор сделан. И для того, чтобы двигаться по этому выбору, предпринимаются все действия, несмотря на то, что кто-то там будет пытаться оказывать сопротивление определенное. То есть то же самое могут быть различные товарищи, которые попытаются организовать, помешать проведению референдума. Поэтому, соответственно, будут приниматься все меры. И если до этого в республике было недостаточно ресурсов для того, чтобы это все провести, чтобы это все организовать, теперь эти ресурсы будут. И, соответственно, ресурсы будут на то, чтобы перейти дальше и получить, ну, так скажем, свободу. Так, это у нас Запорожский край. Здесь идет очень четкий голый расчет. Никаких эмоций, спокойная работа. Не то, что там, а мы сейчас вот в Россию придем, у нас все будет круто. Нет. Четкий расчет. И опять же контроль за тем, чтобы не сложилась очень горячая ситуация. Все эмоции под контролем, то есть полной холодной головой это делается. Это не то, что ребята там решили, вот раз, вот тут, и мы сейчас следом, да, под шумок. Нет. Это очень четко все продуманная вещь. Может быть, продуманная со стороны, не только местными военной администрациями, не только местными людьми. Может быть, со стороны. Я этого не отрицаю. Но нам важен результат. Нравится он кому-то, не нравится. Как в русской поговорке, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Так, Херсонская область. Тоже четко продуманный выбор сделан. Все очень продумано, но при этом возможны прилеты и разрушения для того, чтобы помешать проведению референдума. Но я думаю, что ребята к этому готовы, поэтому будут соответствующие меры приняты, да, потому что мы знаем, что там обстрелы в том районе будут, вернее, идут регулярно. Вот так сам референдум в этих регионах. Давайте посмотрим, во что выльется проведение референдума для России и для Украины. Какие последствия будут для России и для Украины. Итак, для России, потому что это наиболее сейчас важный момент для самой России, потому что уже кое-какие последствия наступили. Эти последствия, ну это не то, что, я бы не сказала, что это последствия референдума, да, потому что сам референдум еще не прошел. Это тоже уже было запланировано, и теперь это просто под это все подводится. Итак, для России. Новый уровень выходит Россия, новые появляются возможности, и, соответственно, поступления финансовые. Ну и выбор уже сделан, решение принято, хотя может оказаться, что и в каких-то вопросах это будет и довольно-таки непростая ситуация. Может быть, тупиковая, но для решения каких-то вопросов не совсем будет ясно, как нужно действовать. О чем у нас тут эта дама? О том, что это довольно-таки будет тяжелая ноша, вот, которую придется нести, она будет серьезным, может быть, грузом. Но Россия будет вести в этом плане. У нашего президента всегда есть туз в рукаве, вот, то есть, ну, я бы сказала так, что удача будет на стороне России. Очень много ресурсов находится на Донбассе. Житница хорошая, это Херсон, Запорожская область, поэтому в результате это даст хороший положительный эффект, но чуть позже, не сразу, да? А сначала нужно будет очень четко продумывать, как решать нынешнюю ситуацию, которая существует на Донбассе, да? Ну и на Украине вообще. Придется выдерживать определенные нападки на Россию, доказывать, что Россия сильная, и вот этот момент тоже один из факторов того, что показатель, что Россия сильная, да? И, соответственно, придется побороться за все за это, и, в частности, за саму страну. Что-то уйдет из жизни России, то есть, идут большие перемены, что-то, что раньше строилось, что, казалось, раньше имело большую ценность, то на нынешний момент это ценности той не имеет. Идет пересмотр и отношение к пониманию ценностей. Ну, народ, в общем-то, попу толстую отрастил, которая сидит на диване и ничего не хочет делать, и ничего им не интересно. Главное, что, как хомяки, притащить в свой дом, и все. Сейчас начнется вой, конечно, по поводу мобилизации. Крики, оры. Но, ребята, особенно эта женщинка касается. Россия регулярно вынуждена была принимать участие в войнах. Если бы этого не происходило, то не было бы и России. На данный момент это тоже очень важный вопрос. Что скажу про мобилизацию сразу, чтобы, если смотрит кто-то меня из россиян, чтобы не было никаких, опять же, комментариев, слез и так далее. Ну, вообще, есть информация, что уже 300 тысяч роздана повесток. Вот, поэтому можете успокоиться, если вам не принесли. Спите дальше спокойно. Итак, значит, тут вот выложили на одном канале трезвое и без лишних эмоций. Остартовавший частичный. Запомните, это частичный мобилизация. Негодный. Те, кто негоден по состоянию здоровья. Тот сразу можете расслабиться, даже не переживать. Это всего лишь 1% от всего потенциала, для мобилизационного потенциала страны. Поэтому всего лишь 300 тысяч. 300 тысяч из тех, кто отслужили, уже были в армии, имеют необходимую на данный момент военно-учетную специальность, имеют боевой опыт. Это в первую очередь. И очень важно, не прошедшие военную службу под мобилизацию не подпадают. То есть, кто в армии не был, им это не грозит. Студенты и срочников призывать не будут. Значит, только с военных кафедр могут призывать тех, кто служил. Ну, могут призвать, допустим, я бы в свое время, ну, будь мужчиной, могла попасть под мобилизацию, потому что у нас в институте медицинском есть военная кафедра. Ну, я посмотрела, могу до сих пор попасть, до 60 лет. Вот, ну, маловероятная, тем более женщина. Может, санитарка, если только призовут. Ну, и то. Так что я буду работать на своем фронте. Так. Задачи, какие они будут выполнять? Контроль уже освобожденных территорий и линии соприкосновения. Тыловое обеспечение, служба в воинских частях на территории Российской Федерации, кадровые служащие которых отправлены на передовую. То есть на их место, вот кто сейчас находится на передовой, вот на их месте будут слушать. Не касается граждан с приписными удостоверениями. Не знаю, что это такое. Эти люди призываются только во время полной мобилизации. А то тут мне одна красотка уже тут написала, что потеряем весь генофонд. Ой. Самое главное, что студенты могут спокойно учиться. Никто их призывать на военную службу в данный момент не будет. И кто находится в армии, их тоже на фронт отправлять не будут. Будут создаваться дополнительные еще подразделения на территории Российской Федерации и уже Донецкая и Луганская республик. Вот. Ну это вкратце то, что я вот на данный момент так вспомнила, прочитала и вам сказала. Поэтому не надо мне ничего этого писать. Буду сразу удалять сообщения. А некоторых просто блокировать. Ну а теперь самый, наверное, главный вопрос. Во что это обернется для самой Украины? Да, еще сразу объясняю, что Донецкая область будет зачищена полностью, будет в составе своих границ. Республика в результате войдет полностью в состав. Поэтому получится такой интересный казус, что вот эти города скоро станут городами России. Соответственно, боевые действия будут проходить на территории уже России. Итак, во что же это выльется для Украины? Как государство. Я не имею в виду простых людей. Я имею в виду государство. Это зачастую большая разница. Ну, государству приходит конец. Что можно сказать? Для именно государства, для руководства Украины наступают очень серьезные проблемы. Они, в основном, будут понимать, что уже они сами не нужны. Не нужна их, в принципе, уже жизнь не имеет никакого значения. Ценности они для других вышестоящих руководителей не имеют. И их банально просто бросят. Может быть, пообещают, что сейчас мы вам там поставим и то-то, и то-то. Ну, либо вот эти обещания, которые уже были. Здесь появляется очень интересный момент, когда... Если будет поставляться оружие, если, смотрите, спецоперация была на территории Донецкой и Луганской республики. Мы как бы помогали. Поэтому даже то, что поставлялось оружие, это как бы было против вот этих двух республик. Не конкретно против России. Мы находились там по просьбе. А тут уже станут территорией России. Соответственно, если будет поставляться оружие, то это уже страны могут быть обвинены именно в том, что они уже напрямую, в открытую воюют против России. На территории Украины, но против России. Соответственно, уже к ним отношение будет другое. И я думаю, это может привести к очень серьезным экономическим, в первую очередь, последствиям. А там может быть и каким-то военным. Поэтому я думаю, что руководство Украины просто кинут. В результате, скорее всего, эти товарищи постараются куда-нибудь слинять. Уйти от этой ситуации, когда их просто могут где-нибудь уничтожить. Потому что уже для России предела для того, чтобы нанесение ударов, я думаю, не будет. Придется принимать очень много новых каких-то действий, новых каких-то решений для того, чтобы выйти из этой ситуации, ее разрулить. Вполне возможно, что начнут предлагать какие-то договора, заключать, пытаться будут. То есть будут какие-то разговоры, встречи и так далее. Но очень будут серьезно разочарованы. Все руководство Украины будет очень серьезно разочаровано. Потому что в результате они, в общем-то, не нужны. И останутся они один на один с Россией. Хотя пропаганда будет вести, что вы давайте. Да, они же говорили все, что до последнего украинца воевать. Но для Украины, для руководства будет ситуация скоро развиваться 50 на 50. То есть очень большая угроза того, что уничтожить их могут. И большая угроза, что они никому не нужны. Поэтому они постараются пойти на переговоры, предложить переговоры, чтобы как-то эту ситуацию обдумать. Но этот результат будут ждать очень долго. Потому что, скорее всего, прямо сразу на переговоры соглашаться никто не будет. Тем более, их нужно будет очень хорошо подготовить. И вот эти две карты говорят о том, что это займет очень и очень много времени. За это время Российская Федерация может решить очень много своих задач. Ну и Украине, украинскому руководству будет очень и очень тяжело, потому что они теряют и поддержку внутри, и поддержку извне. будут стараться конечно ждать какого-то удобного случая. Опять может быть на чем-то пытаться играть типа Бучи, которая уже не прокатила и которая особо никому не нужна. Пытаются ее вытащить на белый свет, но уже она так не работает. Строить все равно они конечно что-то будут, какие-то планы, но получат то, что заслужили. Вот уже теперь они получат то, что они заслужили. Так что вот такой вот расклад о референдумах и их последствиях. А там как говорится поживем мы видим начинается новая эпоха не только для этих республик но и для России и для всего мира. А вы свидетели начала этой эпохи. Всего вам доброго, мирного неба над головой, берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч. до новых встреч.